добрый вечер девочки и мальчики мы с вами пришли читать в зон класс мы читаем на иврите сегодня четверг йом хамиши в этот день мы читаем сказки в течение двух последних лет что у нас есть занятия сказки всегда были про животных теперь мы будем читать про принцесс прямо несколько возьмем больших таких сказок сказочных книжек про принцесс и принцев я думаю что это тоже будет интересно и вам полезно сегодня мы читаем книжку как меня зовут про принцессу которую даже еще пока нам эту принцессу ни разу не показали несмотря на то что мы прочитали целую голову сегодня мы читаем и надеюсь что мы уже наконец эту девочку увидим познакомимся с ней но прежде чем читать текст мы как всегда прочитаем несколько словарных текстов из словаря например мы читаем про принцессу прочитаем кто это такие принц и принцесса саша посмотри пожалуйста на картинку и прочитай предложение до точки насих бен а мэлэх вэм мэлька еще раз малька малька очень хорошо итак это насих посмотрите насих мальчик бен а мэлэх вэ а малька и слова мэлэх мальчик Since the鼓 вэм мэлэх и словар Малька ка и lanet ка и ты слова Малька тоже состоит из то из буквы Мемо ламет кав и я тебя слова похожи а дальше смотри саша написано на сиха придумай сам исходя вот из этой вот фразы как нам объяснить кто такая на сиха посмотри я обвожу одно слово нет нет посмотри вот я обвожу слово это слово бэн бэн это сын то есть мальчик а на сиха она девочка значит она тоже для мэли у малька к кем она будет им дочь согласен и мы с тобой сейчас скажем такое предложение на иврите принцесса дочь короля и пожалуйста бат бат посмотри тут написано это только слово бэн заменяешь на слово бат правильно она их дочь потому что она девочка очень хорошо саша спасибо теперь мы посещаем вместе с каролиной кто уж такое-то мэлих каролина открывай микрофон точка здесь стоит посмотри пожалуйста каролина на первое слово мы видим букву рэйш над ней . рожь буква алиф возле нее нет никакой огласовки а сама буква а буква алиф не имеет звука правда а последняя буква шин звук ш как мы прочитаем это слово рожь рожь молодец потому что буква алиф здесь да есть но возле нее нет ни одной огласовки и поэтому мы почитаем рожь а медина знакомо ли тебе слова медина то ты скажешь что это такое медина это государство правда государство и а рожь медина это самый главный человек в государстве то есть мэлех у рожь а медина он самый большой и самый главный в государстве прочитай пожалуйста еще одно предложение мэлахим баулям дальше Очень хорошо, спасибо. Посмотри внимательно вместе со мной, Каролина. Мелех, он один, Мелех. А когда много? Это уже множественное число. Их стало мало, этих королей. И поэтому у нас, например, нет короля в нашем государстве. Хорошо, Соня, спасибо, Каролина, очень хорошо. Соня, пожалуйста, ты читаешь дальше. Спасибо. Дальше. Еш. Наси. А буква Алиф, она не имеет ни одной огласовки, и она сама звука не имеет. Её надо читать или нет? Нет. Нет. Точно так же, как в слове Рож, буква А никак не читается. И в слове Наси, Наси это президент, буква Алиф тут тоже не читается. Ба Исраэль, эйн Мелех, вэйн Малька. Еш, Лану, Наси. У нас есть президент. Хорошо. Ваня, пожалуйста, читай следующее, оно последнее небольшое предложение. Еш, Сипу, Гим, Яфим, Малахим и Малахот. Малахот. Малахим, Малахим это про королей, множественное число, да? Ты себе записывай слово Мелех и сразу множественное число. А я это знал. Малька и Малахим. Хорошо, замечательно. Если это ты знал, то отлично. Теперь прочитай такое предложение, может быть, тебе тут будет какое-то новое слово. Читай, вот я показываю где. Мелех Мошел Алийон бе Медина. Бе Медина. Медина мы уже сказали, это государство. А Мошаль, Мошель, Мошель это правитель. Мошель. Самый главный, Эльон, Мошель, Эльон, Бомедина у Мелех. Там, где есть короли, цари, какие-нибудь принцы, это главный, самый правитель. Хорошо. И у нас есть такое выражение, которое я вам прочитаю. Дерех Амелех это главная дорога. Дерех Ришит. Рашит. Главная дорога. Слово Дерех женского рода, поэтому Рашит. Дерех Рашит. Ваня, ты хочешь что-то спросить? Пожалуйста. Так, уже не надо. И теперь такое слово, которое тоже нам будет интересно. Пожалуйста, Эстер, посмотри на текст и прочитай. Эстер, ты хочешь читать с нами? Даниил, пожалуйста, ты. Кетер. Кетер, пожалуйста. Это буква Далит. Сделаем чуть-чуть вкрупнее. Кетер самим, буква С, самых, правда, Даниил? Самим кетер ми заав, заав, посмотри, что это заав? Золото. Золото. Кладем или одеваем, можно тут даже, может быть, сказать. Кетер ми заав, корону из золота. Для того, чтобы знали, чтобы сразу было видно, что это король. Есть у него специальный головной убор, красивый, золотой, блестящий, украшенный. И это его сразу выделяет, и мы сразу знаем, кто это и что это. Можно еще одно продолжение прочитать? Пожалуйста. Сейчас только я посмотрю. Зашел Матвей, вот я вижу. Но почему-то Эстер не откликнулась. Матвей, скажи, ты будешь читать с нами сегодня, или ты только слушаешь? Матвей тоже не откликается. Ага, у вас что-то с интернетом. Тебя слышно, как азбука эморзи. Итак, пожалуйста, Даниил, ты хотел еще прочитать, да? Посмотри, у нас есть слово кетер в единственном числе, одна корона. И множественное число кторим, то есть короны. Это очень часто теперь бывает, что делают бумажные короны, и это развлекает гостей. Итак, мы с вами прочитали про короля, королеву, про насих, в насиха и про кетер. Кетер, это мы сейчас будем видеть, что все короли, короны, короли, королевы и принцессы имеют на голове вот такую вот корону. Мы с вами дочитали до странички предпоследней в первой главе. Сейчас мы вспомним ее и будем продвигаться ко второй главе. Итак, Эстер, у тебя, наверное, что-то случилось с интернетом. Видимо, интернет перегружался. Я понимаю, поэтому сейчас ты свою очередь пропустила. Можешь восполнить ее. Все, пожалуйста, читай. Хадра. Где она была? Хедер? Хедер только женского рода. Хедер шила. Хедер шила. Хадра. Хедер шила. Хедер не может быть то женского, то мужского рода, да? Потому что это определенный предмет. У него нет рода такого, которое можно поменять. Итак, мы помним, что собрались все главные люди королевства, чтобы решить главный вопрос. Как ты думаешь, Эстер, как можно это понять? Каждое время. Все это время. Коль, о, то, з, ман. Все это время. Несиха. А вот это вот все слова стоят через черточку. Значит, это одно слово, и это имя той принцессы, которая была маленькая. А теперь она Лё-Коль-Ках-Ктана. Ее звали Несиха-Ктана до сих пор. А теперь выясняется, что она Лё-Коль-Ках-Ктана. И она в это время Несиха Айта-Адаин Бахедер-Шала. То есть она этого ничего не слышала. Саша, пожалуйста, прочитай следующее предложение. Лё-К-А-да-Пит-Ом, вдруг, внезапно. А-б-э-т-Шала-Кир-К-Ра, слово б-э-т-эн женского рода. поэтому киркера, у нее в это время живот ее заскрипел, там у него начались от чего-то какие-то киркурим, мамаш беколь рам, ну вот прямо большого и громкого звука такое у нее получилось. Спасибо, Саша, Каролина, пожалуйста, одно предложение прочитаешь? Пожалуйста, Саша, читай предложение следующее. Итак, сейчас мы, Саша, с тобой еще раз прочитаем то, что было в этом предложении. Почему у нее бетен киркера, как ты думаешь? Потому что она съела что-то... Наоборот, она была голодна, правда? Когда мы голодны, у нас начинает в голове, в животе булькать и скрипеть, правда? Да, да, у меня плюс 40 на улице. Итак, так как у нее были киркурим, бабетен и эхлита, лалехет ле митбах, а тира, тира это замок. И вот эти вот два слова, митбах, а тира, то есть она замок или армон, как еще этот армон переводится, королевский дворец. А, вот, она решила пойти на кухню дворца, дворцовая кухня. Зачем лимцо-эт-а-табах найти повара? Для чего повара она хочет найти? Гдэй ле вакэш, чтобы попросить мэмену, его попросить нишнушим малахутим. Нишнушим это всякие хрустяшки, помните? Вы берете крекеры, вы берете, что еще там такое, которое вы жуете, оно хрустит. Чипсы, 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 сухарики. Сухарики всякие, вот это все вместе нишнушим, но они от слова мальхут, мальхут, это королевство, королевские хрустяшки. Она пошла поискать их на кухне. Итак, теперь, пожалуйста, Каролина, следующее предложение твое. Тост. Банана. Банана. А, тост-банана. Зе? Зе ма шеи ахи ахи овет ба олам. Дальше. Авал ата ба х ло ая шам. Ой, 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 посмотрите, что произошло. Как будто бы все спокойно. Тост-банана. Она хотела попросить у него, чтобы он ей сделал тост-банана. Зе ма шеи ахи ахи овет ба олам. Самое-самое, что она любит во всем мире. Авал ата бах ло ая шам. Но не было на месте повара. Итак, теперь Соня, пожалуйста. А, да, пожалуйста, Каролина. Что ты хотела спросить? Ты хочешь еще предложение? Хорошо, читай, пожалуйста, где я показываю. Ба? Бо ам, ше. Ты послогамеша ретет. Бо ати айта. Бо хат ри. Рей, а? Ам гори. Мегу рим. Посмотрите, тут написано слово хедер мегу рим. Это там, в тех комнатах, где живут, не там, где они обедают, не там, где варят, не там, где что-то хранят, не там, где спят, а там, где живут, где всякие разные игрушки и все такое находится у детей, к примеру. И эта девочка, которая лё кольках ктана, не нашла повара. И даже служанки не было в комнатах, где они живут. Что же такое случилось, пожалуйста, Соня, ты читаешь? Шело, ага. Значит, не было на месте повара, не было на месте служанки. И даже кэлев лё аяба сальсаль шело. Посмотри, вот это сальсаль, то есть это такая маленькая корзинка для кэлев, для собачки. Хочешь, Соня, ещё одно предложение прочитать? Да. Пожалуйста. А мы с вами в первом перекрешон, мы там читали, что все эти важные люди, они все пришли на совещание к королю. Он думал-думал, что делать с проблемой и решил всех позвать, чтобы совещаться. Итак, перекшини. Ваня, пожалуйста, читай перекшини. Посмотри внимательно. Ещё раз, ещё раз. Посмотри. Бахадар. А, бахадар, кэс. Остановимся с тобой, минуточку, Ваня. Так, почему же хадар? Потому что рядом стоит слово кэс. Если ты будешь говорить, что это хадар шейна, то тоже будет хадар. Хэдар – это когда просто комната. Хэдар – какая комната, никто не знает. Но хэдар превращается в другое слово с огласовками. Хадар – шейна, хадар – охэль. А тут хадар кэс, а млюха. А млюха – это ихнее королевство. А кэс – это трон. Кэс, а млюха – это трон. Кэс – это просто стул кисэ, только большое. И для этого трона есть специальная тронная комната. Итак, в хадар кэс, а млюха. А? Дальше теперь… И табах, все-все министры, все в этой комнате собрались. Вэку лям аю дэй лэху цимка. Что с ними случилось? Они были, это, волнительные. Они волновались. Да, но при жены уже очень такие, их прямо, они не знали, что же там такое происходит. Они волновались и немножко даже страшились. А чего же они страшились? Лэгабэй шма шэль нэсиха. Дальше пока не будем читать. То есть по поводу имени для принцессы. До сих пор она была нэсиха колькахктана, а теперь она лё колькахктана, и нельзя её так называть. Какое слово, Ваня, ты здесь бы себе записал, что ты его не очень, может быть, знаешь? Ничего. Ничего. Отлично. И теперь, пожалуйста, слушай, вот будет читать Эстер следующее предложение. Это дальше, пожалуйста. Это она попыталась ему дать совет. То есть мы прочитали. Кто такая нэсиха? И если Мелех спрашивает, как назвать дочь, как её зовут, как это придумать, то его жена Малька, она же мама шэль нэсиха, она ему говорит. То есть у неё есть какое-то специальное имя, но его почему-то не говорят. Настоящее имя Бэймэд еш ла шэм. Ты же всё-таки король, говорит ему Малька. Даниил, пожалуйста, ты читаешь последнее предложение здесь? Эм, они бихолэль лобатох легабей зээ. Если Малек. А Малек сказал. Эм, äм. А 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 не бихолэль лобатох легабей зэ. Легабей ма? У лобатох шэцарих ляягид ле бать шэлээх корим лябээмет. У лобатох шэзэ нахон. Ана Амелех. Так, теперь мы перейдем. Да, пожалуйста, читай ещё одно предложение. Агупахат. Ага, мы начнём с тобой второй раз читать с конца предложение. Итак. Правильно? Смотри. Оказывается, у неё какое-то страшное, ужасное имя. Это она Алюля Ламар, что она может ему сказать, им-то да, если узнает Кама, насколько её имя ужасное. Мехуар, это жуткая, некрасивая... Как ещё, Даниил, ты можешь... Как Мехуар можно ещё сказать? Посмотри в словаре, ладно? Я уже посмотрела. Говори. Это безобразный, уродливый. Да, ужасная, безобразная, уродливая. То есть у неё какое-то имя, что она даже может испугаться или рассердиться и сказать ему что-то такое, когда узнает своё настоящее имя. Ещё Мехуар, это глагол есть такой. Глагол, да. Но пока мы не будем про глагол, нам это пока не нужно. Итак, Матвей у нас не читает. Теперь Саша, пожалуйста. Саша? Точка, мы с тобой остановились, Саша. Нэнха, а Малька, это вздохнула королева и сказала, да, она согласна. И, то есть, Нэсиха, Батшила, Кцад Мавхида, Лифамим. Мавхида, это та, которая пугает. Да? Она иногда такая, что может испугать Лифамим. Иногда. Вздохнула Малька. Ты хочешь ещё предложение, Саша? Одну секундочку, но давайте, да. Да? Эрайон им. Им. Анасих Били. Били. И. Бли. Радсташи. У. И. 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 Остановимся. Слушайте, какая у них смешная история происходила. То есть Малька, она вздохнула и говорит, да, она иногда бывает такая, что ее можно испугаться. Это она говорит своему мужу королю. Она хотела, чтобы он был она. То есть она не хотела, чтобы у нее был брат и чтобы был мальчик. Она хотела, чтобы была девочка. И что же тогда случилось? Каролина теперь читает, пожалуйста. Каролина, открывай микрофон. Нажми и держи клавишу пробел. Держи и тогда ты будешь читать. Нажми на нее. Нажимай. Читай. Бетана. Баним. 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 Ма. Самищем. Ва. И. Ага, Каролина, посмотри, тут много и трудных слов, но и простых. Поэтому мы еще раз читаем. Эйзо мэгума и кима бэта наше баним хэмма срихим. И, то есть, она говорит, какое она тут нам сделала представление, когда жаловалась и утверждала, что мальчики, они вонючие. И нету у них нужных игрушек, таких, которые стоило бы покупать. Эллоим и Шмор сказала королева, спаси меня Бог, сказала королева, когда вспоминала, какое может быть поведение у этой принцессы. Спасибо, Каролина, все хорошо читала. Теперь, пожалуйста, Соня, ты читаешь следующее предложение. И вот уже мы видим, посмотрите, это насих, который маленький только должен появиться. А это насиха, лё коль кахтана, зажимает себе нос прищепкой, потому что обзывает, что мальчики, они вонючки. Пожалуйста, Соня. Амэ, лэх, э, нид, бэ, ро, шо, кэ, шэ, кэ, низра, кэ, карточка. И мэлэх, то есть король, нид, покачал своей головой, когда вспомнил это. И что он сказал? Ты хочешь, Соня, прочитать? Да. Пожалуйста. У шэ, 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 и ло, и схима, лэ, и ханэс, ламитан. То есть Мелех, он вспомнил и добавил к рассказу королевы. Кше и Ле Искима, когда родился у них маленький мальчик, она не согласилась идти в кровать у Мацанута. И мы нашли её, Ешена, что она спит в корзинке собачки. Вот такая Несиха, которая всеми ими там командовала и вела себя, как хотела. Итак, что же тут происходит дальше? Пожалуйста, Ваня. Ваня, ты хочешь читать? Пожалуйста, открывай микрофон. Пожалуйста. О, итак, посмотрите. Мишаретет, то есть служанка. Рабыня. Нет. Рабыня – это раб, это эвед, да? Раб. Раб. Раб, да. Рабыня – это, Мишаретет – это та женщина, которая служанка. Она обслуживает в этом дворце, ну, что ей там приказывают, она обслуживает королеву или принцессу. И она добавила ещё от себя, о, апаамше и радсташны ямэюледет. То есть однажды она захотела, чтобы эта принцесса, чтобы было у неё два дня рождения. Бим ком эхад, да? Очень даже хитро, почему бы и нет, потому что день рождения – это праздник, и это подарки. Хорошо. Теперь, пожалуйста, Ваня, хочешь ещё предложение прочитать? Да, конечно, нет проблем. Пожалуйста. Да, то есть она ещё вспомнила, это же Мишаретет, что так как она требовала остановить её, было невозможно, то почти каждый день теперь у неё был день рождения, и ей делали Мишаретет, то есть коль ём, была миссиба, ёмэлэдет. Хорошо. Теперь, пожалуйста, Эстер, читай следующее предложение. Вы посмотрите на картинку. Это так умеет разговаривать на сиха. Эстер, у тебя есть связь? Боюсь, что нет. Даниил, пожалуйста, ты. Даниил, откликнись. Алло. Или это меня выкинуло из интернета? Кто меня слышит? Вас хорошо, я отлично слышно. Да? Саша, как раз тогда твоя очередь. Пожалуйста, читай. Посмотри, где я показываю. Читать можно? То есть вот это всё ихнее собрание, которое, да? Кааль, весь... Так, Даниил, что-то ты хотел спросить? Я считаю, да? Пусть Саша сейчас прочитает, потому что он начал читать, у тебя не было связи, а потом последующий будешь ты. Договорились? Саша прочитал. О, лё, амру кулям бе макгала. То есть вот эта вся ихняя компания, которая собралась, все вздохнули и сказали, ой, нет. Пожалуйста, Саша, ещё дальше. Саша? Саша, ещё раз. Саша, малька. Саша, амелька. 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 Несиуха шлангу. Пашут лот. Уэбе. от Ашэм амельки шланг. И так, малька, она сказала, нет абсолютно у меня сомнения, а на сихаше лану пашут летоав, то есть наша принцесса просто не полюбит это Ашем Аметишела, её настоящее имя. Итиц, акватиц, 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 ак. Она будет кричать, кричать и кричать. Передвигаем страничку и читаем теперь с Даниилом. Пожалуйста. Даниил, у тебя как со связью? Алло, Даниил, Эстер, тоже нету? Нет, их нету вышли. Эх, что-то сегодня со связью. Ну, сегодня у нас такая погода, что неудивительно. Итак, Даниил, прочитал. Саша, так быстро наступает твоя очередь. Ты не против почитать? Каролина? Нет. Пожалуйста, кто откликнулся? Каролина, пожалуйста, читай. Коль? Коль, Анаши, Ханши, А, Цевет. Посмотри внимательно, какие буквы. Коль, Ана, Шей, А, Цевет. Мальхути, Мальхути королевский. Мальхути. Мальхути. Иц. Иц. Ицетам. Ре. Ру. Мальхути. 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 которые я для вас сделала. Сейчас я вернусь сначала на ту страничку, которая у нас была. Мы прочитали с Каролиной одно предложение. Сейчас я вам покажу тот ролик, который... Подожди одну минуточку. Смотрите внимательно. Вот так я сделаю, а вот это я закрою. Итак, почему оно у меня здесь странно? Сейчас посмотрю, что он тут мне будет показывать. Нет, подождите, это не то, что мне надо. Извините, дети, сейчас ещё раз посмотрю. Одну минуточку. Да, время у нас уходит, а я эту сою пока не нахожу. Сейчас посмотрим. Нет. Странно. Что такое? Так, сейчас вот минутку. Да, время уходит, а я вас задерживаю. Не тот у меня открылся ролик. Итак, дети, посмотрите, пожалуйста. Следующее занятие мы тоже, наверное, это посмотрим. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, вот это предложение, которое только что мы прочитали с Каролиной. Это предложение можно... Сейчас оно у меня тут должно появиться быстренько, мне кажется. Так, вот. Можно сделать удобно читаемым. Так. Да, что-то с этим у меня не вяжется. Почему он не показывает? Так. Видимо, следующее занятие, будем его смотреть, это предложение. Потому что сейчас уже 53 минуты, и у нас ничего не выходит. Итак, может быть, сейчас пойдёт. Так. Беколь, пам, шины сиха. Посмотрите, я беру слова, которые были в том предложении. Касса. Касса. Беколь, пеколь, пеколь, пеколь. И у меня есть тут перевод. Ит старе, ру, бэйма. Это вздрогнули от ужаса. Ну да, сегодня у меня не получилась эта демонстрация. К сожалению, я должна её вам буду показать немножко по-другому. Сейчас одну секундочку. Ещё одна попытка. Наверное, нет. Уже мы не успеваем, потому что уже 54 минуты остановить демонстрацию. И на этом, наверное, мы закончим наше занятие. Или дочитаем ту страничку, которая есть. Я вам тогда покажу по-другому то, что я для вас делала. Вот так. Видно? Посмотрите внимательно. Вот то предложение, которое только что мы прочитали с Каролиной. Итак, что я из этого предложения сделала? Коль паам шенесиха каса. Это вторая часть предложения. И мы сугэлит ляшмия рашаим нораим. То есть каждый раз, когда принцесса сердится, она в состоянии сделать так, что мы услышали рашим нораим страшные крики. Поэтому, коль аншей ацевет, то есть те люди, которые собрались у короля в тронном зале, к шехашву аль арашаим нораим аэле, когда они вспоминали и думали об этих страшных криках, и цтамрэро баэйма, они вздрогнули от ужаса. То есть каждый раз представить, что насиха вот так вот кричит и требует что-то своё, они были все в панике из-за того, что знали, как она будет кричать и сердиться. Что ж, к сожалению, да, я сделала вам наглядный пример, но он у меня не получилось его показать. Поэтому следующее наше занятие мы как раз с этого предложения и начнём, чтобы понять, что оно обозначает и как там все слова друг за другом становятся. На сегодня мы с вами прощаемся. Завтра у нас есть занятие со взрослыми, но если вы хотите, то можно на него тоже прийти. В 4 часа мы будем читать маленькую книжку. А дальше продолжаются занятия только с Йомшлиши, потому что Йомши не будет праздничный день и у нас не будет чтения. У нас заканчивается Песох и мы не занимаемся в этот день после Песоха, начинаем читать дальше. На этом до свидания, всего доброго, пока! До свидания!